Увольник, свободу, увольник, накроем, мысль, ломок на территории Места и Непрад, в дичный час. Предпроведача, урок, выклад, балантын. Записался для выступа, своим боком, Камиль Юрьевич. Камиль Юрьевич. Уважаемые коллеги, на самом деле, очень правильное решение. Я хочу напомнить, что президент подписал закон, которым позволяет местным органам самоуправления принимать определенное регулирование и продажу органных капиталов на своей территории. Поэтому очень правильное решение в принципе, которые поддерживают. Мы считаем, что изучив практику соседних городов и соседних, в них европейских стран, такие ограничения работают практически в каждой европейской стране, как в странах Скандинавии, Испании и во всех других странах, в Италии в том числе. Поэтому данное решение взвешено, сбалансировано. Я считаю, что надо поддержать обязательно. И на самом деле, да, возможно, дальше более жестко регламентировать нашу алкогольную не будет никакой. Причем, я буду руками выречь, буду мотековать сокупаты суденные часто, а вы я могу не помочь. Уважаемые друзья, у меня, по сути данного документа, мы полностью, наша фракция Санкович поддерживает, и по сути, действительно, мы поддерживаем инициативу о том, чтобы запретить алкоголь, на продажу алкоголя в вечернее время, в 22.00 до 7 утра. Ну, а тут есть небольшое, скажем так, дополнение о том, что вот этот второй пункт, который был первоначально у нас в программе, мы обсуждали в два раза на нас в Совете. Я хотел бы уточнить, Александр Александрович, у нас повесток не исключен, или он остается, по поводу того, чтобы заборонить продаж пива, кроме алкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напоев, в столовых, в местах проведения массовых заходов и залучения великих кількостей мерканців міста, фестивалей, вручистості, собрання, садакування, загальнодержавних, реалитийных свят, митинги, виспавки, концерты, заходы. Я, Ягон Гарсь, буду спробу прокоментувати. Цей код действительно был. Цей код отримав широкое уговорение. Если, например, будет проводиться фестиваль пива, в дневный час, с великим скупчением людей, то фестиваль пива будет проводиться, например, без пива. Мы не включаем, на территории города рок-фестивали, где можно продавать слабоалкогольные напои. В любом случае, каждое распоряжение митинги, оно регламентует, или застосовывается, или не застосовывается заборона на продаж пива, или заборона на продаж алкогольных напоей. Для того, чтобы мы, все ж таки, не полностью не отрубали возможность продавать будь-якие напои на фестивалях, просто сейчас в меже, и на том все закинчится. Цей код припогоджении был включен. В том числе, это говорилось и с юридичным департаментом, и на рівне и на ревне опубликовано. Переопубликовано? Переопубликовано, так? Ну, подивиться на опубликацию. То сейчас поиграли, решение обвиняет самому. Без 2. Ну, то есть, другой пункт, последний рейтинг пункт стал 2. Понятно, так? Добре. Все, тогда никто не записался, потому что поднимали назначенные решения читаю 12. Все будут плановатись сейчас, можно налегить. Кількість людей, которые плановят сейчас, в Днепре сбільшится уже спрят. Так, решено принято. Дякую. Теперь переходим до самых цикавых решений.